Друзья, всем привет! Что, у России горит земля под ногами? Пересорилась со всеми соседями? И уже даже Армения посылает Россию подальше? Как Польша хочет разместить ядерное оружие? А может, уже разместила, говорят российские конспирологи, у себя американская? Как Литва и Эстония готовятся воевать с Россией, а Латвия запрещает русский язык? И как пригорает от этого Ускобеевой? Сейчас обо всем подробно. Не забудьте подписаться на канал, лайк, шер, комментарий, подписка. Жмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И сегодня я хочу почитать ответ на вопрос. Кто следующий? Какая следующая страна пошлет Россию и подальше? Интересно ваше мнение. Кстати, не забудьте про сбор на Мавике. Мы там на финальной, на финишной прямой. Но еще нужно поднажать. Кто может, присоединяйтесь. Это важно, потому что, к сожалению, война никуда пока не делась. Итак, начинаем. Целый ряд новостей. Но начнем, давайте, с Польши. Там Анджей Дуда, президент Польши, сказал, что Польша готова размещать ядерное оружие на своей территории, американское. Там, правда, возникло после этого внутренний политический спор. Туск так неоднозначно на это отреагировал. Но не с точки зрения, что он не хочет американского оружия. Там внутренняя борьба идет между Туском и Дудой, между бывшей властью, которую представляет Дуда, партия «Право и справедливость» и партией Туска, которая взяла власть сейчас. Ну а так, то есть это внутренняя их история. А так, да, Дуда говорит, можем разместить у себя ядерное оружие. Но в ответ на размещение России в Белоруссии вполне логично. Ну тут начало гореть у российской сначала пропаганды, а потом уже и у Сыпутина песко включился. Послушайте, как они начали рассуждать о том, что да, вот это, конечно, ой-ой-ой, и может быть. Ну в общем, послушайте экспертов. Слушайте говоря, совершенно не обязательно Варшаве и Вашингтону договариваться о каком-то соглашении, которое называется в таком конкретном случае «Соглашение о совместных ядерных миссиях». Или еще второе название «Соглашение о разделении ядерной ответственности». Но у Польши есть еще ход конем. Это так называемое «Балтийское воздушное патрулирование». Это название НАТОвской операции ВВС, изначально в небе трех государств Валтии известные, к которым уже присоединилась Польша. Поэтому можно даже без заключения этого соглашения о совместных ядерных миссиях просто по договоренности на уровне исполнительной власти в Вашингтоне и Варшаве американское тактическое ядерное оружие, условно тактическое, появится или уже появилось на территории Польши. И это очень серьезная эскалация напряженности в Восточной Европе, ну и в Европе в целом. Страшная эскалация. Видите, говорят, страшная эскалация. Ай-яй-яй. Дальше они говорят, а может оно вообще уже есть, там тактическое ядерное оружие, а их не предупредили? Ой-ой-ой, послушайте. Вообще, насколько вообще дальновидные такие заявления? Ну вот вы сказали, с 2015 года, сегодня на дворе 24-й год. 9 лет одни сплошные заявления. Так может быть сейчас уже принято это самое решение о размещении того самого ядерного оружия, наконец-то. И начинается такой своеобразный пиар-прогрев. Да, мы запросили, сейчас они ответят, потом начнется такое типа обсуждение, хотя все это будет для картинки. Может решение-то уже принято давно? Вполне может быть. Это в духе американской военной политики и в духе польской военной политики, в том числе применительно к Украине, да. Поэтому я ничему не удивляюсь. И то, что заявил глава внешнеполитической службы Польши господин Сикорский, это может быть просто увод в сторону, так сказать, дезинформация. Ну вот и Песков говорит, будем реагировать соответственно. Ой, ну очень всем страшно стало. Послушайте теперь Пескова. Сегодня президент Польши Анжей Дуда заявил, что власти страны готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Как на такие действия может отреагировать Москва? Военные, разумеется, будут анализировать в случае реализации таких планов, будут анализировать ситуацию. И в любом случае будут делать все необходимые ответные шаги с тем, чтобы гарантировать нашу безопасность. Не отстает от Польши и другие страны Балтийские. Литва проводит военные учения Квадриго вместе с немцами. 3000 немецких военнослужащих, сотни единиц техники. Они проводят учения по передислокации подразделений Дебудосвера в Литву, по их перемещению быстрому, размещению на полигонах, выдвижению в театр боевых действий. В общем, немцы готовятся, и понятно к чему. Это вызывает отдельную истерику у россиян. С кем же, мол, они там хотят воевать? И что будет? В общем, послушайте еще их рассказ. В Литве тогда, просто хочется, конечно, по этим учениям в Литве понять, сегодня, которые стартуют. Они тогда для чего? Литва, но привлекаются немецкие и остальные натовские военные. Они тренируются захватить что? Ну, захватить такими силами ни Беларусь, ни Российскую Федерацию никто не сможет. Они отрабатывают давным-давно попытку создания напряженности, делают вид, что они какую-то часть территории в Белорусской Республике или в Российской Федерации могут захватить каким-то образом. Но это смешно такими силами что-то у нас захватывать или часть Калининградской области, о которой они постоянно говорят, причем в крайне милитарийском угаре. Есть вещи более опасные, на которые я хотел обратить внимание. Ведь помимо этой операции Балтийско-воздушное патрулирование, европейские и натовские союзники Соединенных Штатов предоставили воздушный Шенген, не только наземный, для доставки грузов. Об этом много раз мы говорили. Но еще воздушный Шенген, то есть предоставили право в любое время дня и ночи стратегической ядерной авиации Соединенных Штатов приземляться на территории 19 европейских государств-членов НАТО, и они уже неоднократно использовались при проведении учений с условной отработкой бомбометания с ядерными боезарядами или запуска ядерных ракет с использованием самолетов стратегической авиации США части Б-52Х. В 60 километрах от Калининградской области через разделяющую Калининградскую область и Литовскую республику река Неман, в 60 километрах севернее от Калининградской области находится военный полигон. Так вот, американцы уже сбрасывали туда условное ядерное оружие с ядерными боезарядами. Вот эти вещи очень серьезные. Друзья, идемте дальше. Эстония проводит тоже учения, а руководитель вооруженных сил Эстонии говорит разнесем русских чертовой матери, причем не в Нарве, то есть на территории Эстонии, а в Ивангороде, Печоре, то есть на территории России, дотянемся, если они к нам полезут. Послушайте. Как вы понимаете, такое не могло пройти незамеченым и тут уже вышло Скабеева. Я сейчас покажу вам Скабееву, которая бьется в конвульсиях на тему Эстонии, учений и мол, ой-ой-ой, что же это будет. Посмотрите. Бояться они, тем не менее, не перестали. Эстонцы судорожно тренируют военных и готовятся к войне с Россией. Теперь уже в компании натовских друзей-французов. Группа Линкс, действующая в составе батальона НАТО, должна будет немедленно отреагировать в случае нападения на территорию Эстонии и сейчас она проходит дополнительную подготовку в приграничных лесах, изучает местность, отрабатывает ведение боя. Перспективу войны с Москвой солдаты обеих стран воспринимают всерьез. Говорят, будут сражаться с любым врагом. Такая милитаристская риторика, конечно, ничуть не способствует деэскалации. И здесь напрашивается какой-то безумный страшный вывод. Неужели рядовые граждане Евросоюза хотят действительно воевать? Ну и еще одна балтийская страна Латвия. Та наконец-то решила, что хватит меньше русского языка, спокойнее. И в школах начали отменять русский язык, как второй иностранный. Хватит, мол. Такое решение принято, его начинают уже внедрять. Ну, конечно, это страшную истерику вызывает. И Скобеева грозит Латвии судьбой Украины, ни больше, ни меньше. Говорит, не будите русского медведя. Этого медведя-шатуна уже давно пора не то, чтобы будить, а уже пристрелить, потому что он не дает покоя всей планете. Послушайте. Будущее может ждать страну, которая строит свою внутреннюю политику на основе межнациональной розни, ненависти и русофобии. Такое же, как и саму Украину. Переименование улиц, переписывание истории, притеснение русских и, как результат, нацистские политики у власти и полный развал государства. Но на чужом примере учиться, видимо, тяжело. Поэтому страны Балтии решили убедиться в этом самостоятельно. И семимильными шагами приближаются к незавидной украинской судьбе. Правительство Латвии приняло очередной бредовый законопроект и запретило изучать русский язык в школах, даже как второй иностранный. Ну то есть запретило изучать русский язык вообще. В принципе. Премьер-министр страны Эвика Селиня опрометчиво заметила, что детям лучше изучать языки, на которых говорят в Евросоюзе. И вот что удивительно. Всего пару месяцев назад немецкие военные опубликовали план якобы нападения России на НАТО, где написали, что Путин начнет атаку из-за притеснения русскоязычного населения в государствах бывшего СССР. План обсуждали по всей Европе, боялись, декларировали всем очевидное. Нельзя допустить прямого военного столкновения между Россией и НАТО. Но быстро переобулись. И теперь, оказывая все большее давление на этнических русских при Балтике, словно бы сознательно дразнят медведя. Ну и чтобы вы понимали, что не только балтийские страны, которые, как говорит Скобеева, русофобы, аж там в поколениях и до мозга костей, но и в союзник России по ДКБ Армения, тоже все поняла о России, спикер парламента Армении на конференции сказал, что Армения решительно поддерживает территориальную целостность Украины и Молдовы, и Грузии, и вообще всех стран. Уже истерика в России. Матвиенко, Валентина, это совет федерации, так называемый, значит, уже гневные заявления делает. Хороший союзник у них. Да потому что всем понятно, кто вы такие. Друзья, вот такие новости. Россия теряет союзников на глазах. Ну а что делать нам? А нам держать строй и помогать Бройным Сылам Украины. Поэтому не забудьте про наш сбор. Держим строй. Бройным Сылам Украины